Пять точек на карте, как пять вариантов ответа на вопрос, какую территорию Ленинского района нужно благоустроить в 2023 году. По правилам голосования выбрать можно только один адрес. Генерала Крейзера 5, Хрусталева 159-163, Хрусталева 97, Генерала Острякова 214-216 или участок между 4-м домом на Геловане и 87-м на Остряково. Голосование за общественное пространство Севастополя продолжается, а вместе с ним и наше путешествие по территориям-номинантам. На улице Генерала Крейзера мы уже побывали, на очереди снова Ленинский район, но только теперь улица Хрусталева. Территория между 159-м и 163-м домами на Хрусталево в голосовании участвует не впервые, и поработать на ней действительно есть над чем. Ходить нормально мешают вот такие непонятные коряги под ногами. Здесь я вижу недавно жгли мусор, повсюду остались пустые бутылки и коробки, а там напротив меня вообще неожиданный сюрприз. И как они только там оказались? Часто мы ходим, да, гуляем с колясками, с детками, довольно часто видим мусор, грязь, очень много машин. Не хватает нам дорожек, велодорожек, чтобы детки на самокатах катались, на роликах, на скейтах. Также бы хотелось какие-то качельки для малышей. Хотели бы, чтобы детская площадка была спортивная, баскетбол, футбол, чтобы было где им силы после школы. Чтобы не бегали по дорогам. Больше всего на спортивную площадку для всех. Еще один номинант на благоустройство – зеленая зона под окнами 97-го дома на Хрусталево. Территория довольно обширная. Вы только представьте, какой большой и уютный сквер здесь мог бы появиться. Но пока даже негде присесть, разве что. А дерево берется. Не хватает, естественно, благоустройства. Чего именно? Ну вот у меня ребенок рос. Мы очень часто гуляли в этом сквере. Очень старое уже асфальтовое покрытие. Необлагороженные, вы видите. Зеленые насаждения. Деревья, посаженные еще жителями при заселении микрорайона. Там собачки выгуливают. Поэтому вот тоже бы, скажем так, может быть, оградить эту зону, потому что могут гулять дети. А в этой зоне очень бы хотелось, чтобы были лавочки, конечно. Ежедневно мы здесь ходим. И очень хотелось бы, конечно, здесь асфальтированную дорожку иметь и освещение. Идеи и предложения воплотятся в жизнь, если одна из территорий победит в голосовании. Повысить рейтинг любимого общественного пространства можно на электронной платформе 92.городсреда.ру, если вы зарегистрированы на госуслугах. Комфортная городская среда начинается с малого, с благоустроенных дворов, чистых, ухоженных зеленых улиц. Голосуйте за общественное пространство и, возможно, именно возле вашего дома на месте заросших травой тропинок появятся новые пешеходные дорожки. А там, где долгое время было пусто, вырастет детский городок, цветочная клумба или даже фонтан. Помните, как изменится Севастополь в ближайшем будущем зависит во многом от нас. Так давайте же сделаем правильный выбор. Анастасия Синица, Александр Тарасенко. Новости Севастополя.